Комиссии по легализации трудовых отношений, созданной в городах и районах республики, помогают защитить права работающих. Каждую неделю комиссия организует видеоселекторные совещания под руководством министра труда и социальной защиты населения республики Ленара Ивановой. Но этого недостаточно. Главное, чтобы те, кто нанимаются на работу, на авось не надеялись. Иван работает на стройке. Зарплата устраивает, условия работы и график тоже. Не устраивает, что трудится неофициально, но иначе не получается. У меня судимость была по малолетке за воровство. Везде, как узнают об этом, сразу в отказ идут. До этого я частным изглазом зарабатывал, но денег не хватало. Иван понимает, что за болей он больничный ему не оплатит, а о пенсии пока не думает. Молод еще. Женщины, работающие за зарплату в конверте, не думают о возможной беременности, а потом, не получив пособия, требуют наказать работодателя. Молодые мамы не могут нигде получить пособие. И мы, соответственно, им рекомендуем обращаться, так как права их нарушены, в прокуратуру. Соответственно, прокуратура делает проверки. Соответственно, там налагаются по законодательству большие штрафные санкции. В городе работает специальная комиссия, в которую входят специалисты налоговой службы, прокуратуры, инспекции труда, соцстраха и пенсионного фондов. Комиссия выявляет индивидуальных предпринимателей, которые в пенсионном фонде зарегистрированы, а в соцстрахе нет. После вмешательства руководители обычно исправляют нарушения и трудоустраивают работников, но почему-то только после вмешательства. Хотелось бы наших работодателей все-таки настроить на тот факт, что все-таки трудовые отношения должны быть легализованы. То есть работники должны получать все пособия, гарантированные государством. Была судимость или нет, сезонная работа или постоянная, сотрудник в любом случае должен быть трудоустроен согласно требованиям, если он подходит на должность. За труд нужно платить не только зарплату. Нужно делать отчисления на социальное страхование. Добровольно, а не когда к стенке припрут. Анна Пугачева, Вадим Имансаров, Андрей Тремайлов, Стерлитомак, Служба новостей.